Дорогие друзья, сегодня рада вас приветствовать в замечательном нашем каминном зале благотворительного фонда АВА в галерее Ракурс. Эта галерея имеет 20-летнюю историю, но в наших стенах галерея с 2015 года, с 2016 года, и наш отсчет совсем невелик. Я хочу сказать, что в данной экспозиции, экспозиция времена года зима, в данной экспозиции есть работы художников из нескольких стран. Конечно же представлена Одесса, конечно же одесский блог большим перечнем имен, и некоторые из авторов, я рада вас видеть здесь, в этом зале сегодня. Хочется сказать несколько слов о тех странах, о тех художниках и странах, картины которых в нашей сегодняшней экспозиции. Ну что же, мы начнем, конечно, вот как мы всегда идем по часовой стрелке. По часовой стрелке у нас картина Валентины Самойлик, это крымская художница Валентина Самойлик. Дальше мы можем увидеть картину в серебряной раме с болгарскими такими, с храмом, с развалинами. Это художница из Чехии, Сопина. Такая картина великолепная, очень приятная, очень романтическая картина. В общем-то, зима в самом ее разгаре. Рядом же вы видите полотна наших художников, это уже наши одесские художники, и, конечно же, здесь как профессионалы, и педагоги, и университета Ушинского, и строительная академия. Здесь очень много педагогов. Но вместе с тем, очень интересно сочетание педагогов и аматов. Вы знаете, всегда интересно видеть, насколько иногда бывают интересные, созвучные работы высокопрофессиональных мастеров и совершенно, скажем так, народного творчества, юных дарований. В данном случае в нашей экспозиции присутствует работа 13-летней Вероники Орел. Девочка писала всю ночь. Она свою сестричку заставила позировать до упада. Эта сестричка стояла возле елочки, позировала ей радостно, как сказочно и невероятно тонко. Девчонки смогли поучаствовать в нашей выставке, настолько было их желание, поучаствовать именно в волшебстве, сказочное волшебство. Соседствует оно с удивительными работами нашего известного Алексея Малика, организатора удивительного такого проекта, как «Розовый бульдозер». И работы его очень неоднозначны, но всегда очень привлекательны и очень эмоциональны. Совершенно новый, ну вернее не новый, современный стиль, но для нашей галереи он облюбовал именно вот эту первую плоскость. Не знаю почему, вот волей судьбы уже несколько экспозиций и попадает именно это направление, оно попадает именно на этот квадрат. Что сказать? Рядом с такими мастерами, как Виктор Потеряйко, Светлана Крижевская, есть и Лекомцев, и Сергей Басок, и чудесная Наталья Лоза. Великолепные работы сегодня у нас дебютировала. Но Наталья, Наталья, извините, помню, ЦИЦА. Романовская. Романовская, да, я еще думала, какая романтическая фамилия, и вот вылетела. Наталья Романовская, ну буквально попала в сердце и мне, и директору галереи Сергею Брайкову. Почему? Потому что вот я сейчас даже без комментариев, одна секундочка, буквально встаю на место и всем молча показываю. Видите, и сразу же вы увидите, не договаривались, люди не договаривались. То есть то место, которое вдохновило Наталью, настолько, что она создала чудесную картину. И привела туда Брайкову. Вы знаете, Брайкову это было написано. Но обложкой стало именно это место. И это очень знаково. А ее муж сделал Соню Первую. Это очень знаково. Да, я хочу отметить, что рядом с Ольгой Солдатенко красуется работа Анны Павловой. Анна Павлова удивительно тонко и нежно представлена. Вы знаете, осень поразила, зима не менее прекрасна. Конечно же, рядом мы не забываем тех, кто уходит. Мы хотим, чтобы о них иногда вспоминали. И не иногда вспоминали, а почаще. И поэтому в этой экспозиции есть картина Владимира Бабенко. Владимир Бабенко от нас ушел совсем молодым. И Валентина Борского. Он был участником нашего международного греновского фестиваля Аллы Параса. Завоевал там какие-то очень даже серьезные премии. Ну вот остался его чудесный, милый, зимний этюд. Потрясающий. На главной стене Виктор Потеряйко с его потрясающим, интересным. Знаете, советский реализм направление было в живописи. Ну, старшее поколение знает. И настолько удивительно сочетание в этом советском реализме романтизма. Не могу. Он лезет в картин. Он напоминает о себе. Ну, хорошо. Это голос Светланы Крежевской, которая из тех же времен. Поэтому... Вы знаете, нет ничего в этом плохого. Это было направление, это была эпоха. Советский реализм озвучил советский реализм. Это была эпоха. Ну, вот Владимир Крани, это уже представитель нашей, так сказать, новой полосы. Это академисты. И недавно прошла в этих сценах его персональная выставка. В этой экспозиции есть наши молдавские друзья. Димитру Базили... Балика. Балика. Балика Димитру. Его великолепная сова. Чудеснейшие работы есть у нас... Вот сразу скажу, отвлекусь. Помимо живописи, графики и пастели, у нас здесь присутствует фото-выставка. Вот не могу не сказать сразу, буквально перескочу. Почему? Потому что фото-выставка представлена Александром Синельниковым. И перед тем, как я продолжу вот этот... Я могу продолжить, уже совсем мало осталось. Пастельная работа великолепная Элеоноры Бутенко, чудесная работа Элеоноры, соседствует рядом с восходящей звездой нашей Наташенькой Журой. Наташа Жура рядом абсолютно спокойно соседствует с нашим великолепным Александром Шуйским. Ну и завершает это такое своеобразие ангел изобилия Елены Сенник. Вот. Это то, что можно сказать. Удивительно прописалась в нашей галерее работа Осии Чередниченко. Ну, настолько странная и извечная работа, что я ее не хочу никак снимать. И она прошла уже три здесь выставки и очень гармонично вписывается в каждую. Вот бывают такие странные работы. Живогляд. Я хочу сказать о нескольких работах из коллекции Валерия Махина. Валерий Махин сейчас стал, ну, я вам скажу, самой яркой фигурой среди галеристов. Почему? Потому что возникла новая звезда. Его новая, очень интересная, креативнейшая галерея андеграунд. Она сейчас стала созвучной. И, наверное, у нас сотворчество какое-то этих двух галерей. И Сергей Брайко решил даже провести это сотворчество. Он отметил рикошетом. Именно в галерее Валерия Махина мы провели рикошет. Это первая была совместная наша работа. Я надеюсь, и она будет не первая, она будет... Вернее, она первая, и она будет не последней. Хочется сказать, что из коллекции Валерия Махина здесь две работы. Один – это Василий Живогляд. Это больше расскажет о них Сергей Брайко. И вторая работа – Роман Петрук. Это удивительно волшебные зимние пейзажи, которые, ну, просто эту выставку оживили. И, конечно же, завершаю обзор Натальи Германской и Сергеем Жану. Сергей Жану необыкновенно представлен на этой картине. Он обычно пишет очень пастозно, очень так живо. Вот у него такая живопись. Вот. Но здесь удивительный романтизм, нежность. И, в общем-то, так достаточно интересно ни его стили, ни его варианты. Я хочу сейчас пригласить на приветственное слово директора галереи «Ракурс». Почему? Потому что для нас очень важно, чтобы директор галереи «Ракурс» всегда всех поприветствовал и сказал добрые слова на пустыне. Сергей Брайко. С этого пункта ничего не готовил говорить, но разве можно после Риты еще что-то сказать? Если бы директор прилетит, то я все равно вынужден что-то говорить. Ну да, она акцентировала. Ну правильно сказала, он при мне директор, потому что без «Заря» в голове невозможно. Рита была бы неуправляема. Но есть директор, он иногда меня управляет так достаточно гибко и правильно. Я слушаюсь. Рита акцентировала внимание на двух этих художников. Ну, я два слова, больше я о них мало что знаю. Но, во-первых, всем большая благодарность за то, что пришли, за то, что дали на выставку свои работы. А конкретно, значит, живогляд я вообще не знаю в лицо. Но просто я помню, что этот художник из Никополя выставлялся еще в морской галереи Убиновской. 20 лет, наверное, точно тому назад. А, значит, Романа я лучше знаю. Роман был участником не одного моего пленера. То, что он растет и то, что он как-то к Одессе все время тянется. Может быть, даже есть моя заслуга, потому что он море увидел, собственно говоря, благодаря мне. Ура! Да. А еще одного вы завербовали в Одессу? Да, понравилось ему. Особенно в Затоку он раз от Ригелины. Так, да, и все-таки не могу не сказать спасибо Синельникову, Саше, потому что, даже не в количестве дела, а в том, что действительно украсила нашу выставку. Стеночка очень цельная, очень красивая, очень хорошая. Спасибо. Да, работа потрясающая. А так, еще раз повторю, всем спасибо. Огромное спасибо. Ну, что, дорогие друзья, у нас сегодня в гостях, слава Богу, для вас я пригласила, но не все смогли приехать сейчас в такое время предновогоднее, в такой гонке. Я каждому из вас сто раз благодарна за то, что вы выбрали время прийти к нам, и тем более благодарна Артуру Цуканову и Олегу Вадюле. Это два моих ангела, которые всегда меня выручают, и которых мне сердцем очень приятно слышать. Звучание этих гитар вы сегодня будете, наверное, тоже слышать. А я хочу только добавить, что фотокудожники были с нами в обойме еще 10 лет назад с первых наших опытов ведения наших проектов. Но потом как-то это все заглохло, затихло, был шулека, у шулеки что-то времени не стало, здоровье подводит, и как-то некому было управлять. Поэтому я в этом году, вот низко кланяясь, обратилась к Александру Синельникову с просьбой взять на себя кураторскую способность именно для фотокудожников города Одессы, чтобы вы могли хоть как-то, как-то иногда здесь устраивать свои мероприятия и вписываться в наши проекты. Тем более, что впереди Гриновский фестиваль, 400 метров площади морского вокзала позволяют и фотокудожникам себя представить, и живописцам. Поэтому готовьте заранее, чтобы мы могли быть готовы к бою всегда и очень быстро. Ну что ж, да, конечно, хочу сказать, прежде чем мы перейдем к музыкальной части нашего креста, и потом к веселой части, потом к фуршету. Да, завтра мы хороним замечательного музейщика, искусствоведа Сауленко Людмилу Лукьяновну. Вот, и я хочу сказать, что она была первым куратором нашей, в моем творчестве, в первой галереи, которая тогда называлась «Диалог». Вот, я очень многому научился именно у нее, когда она говорила, ну, если кто-то помнит ее, она говорила очень тихо, и еще и были изъяны в речи, но было слышно, как муха летит, потому что она очень интересно и очень грамотно говорила и рассказывала. Высокий профессионал. Высокий профессионал. Давайте, как-то, вспомним о ней. Ну, давайте минутой молчания, потому что это, да, это действительно уход неожиданный для нас. Уход всегда неожиданен. Что-то декабрь на уходы гораздо. Присаживайтесь. Декабрь такой грустный месяц для Одессы. Для меня он со 2 декабря начал быть черным. Потом пошло 5 декабря и так далее, и так далее. Эти пожарные дела. И вот в завершение еще и Саулинка нас, так сказать, покинула. Да. Ну, я вам скажу, что несмотря на то, что она болела и была уже в таком состоянии, можно сказать, очень тяжелом, она все-таки вела дела музея. Она была всегда на передовой. Это человек, это женщина-боец. И, в общем-то, да, действительно, такие люди среди нас. Мы должны гордиться, пока они живы. Когда они уходят, становится грустно. Что-то не успелось. Вот, многое не успелось. Ну, что ж, дорогие друзья, жизнь продолжается. Я хочу сказать, что 24 числа завтра на Большой Эрнаутской 1 состоится новый виток в творческой жизни Сергея Головина. Галерея Underground становится не только местом жизни для художниковых картин, она становится местом творческой жизни и для поэтов, и для музыкантов. И завтра в 19.00, мы писали о том, что в 20 будет концерт, в 19.00 состоится концерт Сергея Головина. Удивительный человек, мультиинструментальщик, потрясающий автор и исполнитель собственных песен, шаман, удивительнейший, светлый человек, как говорят, просветленный, продвинутый. Вот, но, тем не менее, его концерт, его новая волна будут завтра в галерее Underground. И все, кто сегодня слышит, в 19.00 заменяется просто время, поэтому мы об этом решили сказать сегодня, чтобы все желающие могли завтра сориентироваться. А, сегодня, да, Головое пение, кстати, очень редкая техника, и фактически это шаманская техника. Этой шаманской техникой владеют очень немногие люди в Украине. На самом деле, ну, скажем так, те, кто прошли у него часть урока, выходят и очень даже... Если ты стала в мире, ты не ошиблась. И популяризируют себя очень даже серьезно и хорошо. Так что будет у нас повод увидеть нашего удивительного шамана. Я надеюсь, что серия его концертов для Underground будет, это такая интересная канва. Ну, и для него это будет тоже новая площадка, потому что эта площадка ему служила верой и правдой уже три года. Я думаю, что, может быть, он будет совмещать и нашей публике что-то показывать. Итак, сейчас Артур Суханов открывает наш вечер. Какой песней? О зиме. Ну, мы тут, наверное, все посовещались в нашем оркестре и решили, что первый выйдет в Вадюлу. Вадюлу мы очень давно не видели. Олег Вадюла, чтобы вы понимали, те, кто еще не знает этого человека. Кто-то есть, кто не знает? Мне кажется, все знают Олега Вадюла. Я могу поздравить всех с Новым Годом, потому что, на самом деле, уже астрономически это состоялось. Извини, как и классно с Пепитером. А кому мы его отдали? Ну, кому-то отдали. У меня тексты в основном какие-то философские. Это единственная песня на тематику новогоднюю. А он, что вы видите, это уже до второго. Так что, можно себе представить, что мы маленькие дети, и мы вокруг елочки будем водить хоровод. Я пою эту песню очень-очень редко, поэтому извините, если я где-то там промахнусь или запнусь. Ой, что-то не то. К Рождеству на Новый Год Снег упутал елки Чтоб морозы обогреть Нежные кинголки Славный Дедушка Мороз Разбросав по небу звезд Облечит покорку луны В счет обычный Раз, два, три И цари, и колдуны Из волшебной сказки Музыки елки принесли Серебро и краски Даже старый паровоз Прикатил игрушек в ось Разгрузился у сосны Счет обычный Раз, два, три И я добрая зажжет На ветвях фонарики Гномы разукрасят все В конфетти и шарики Неуклюжий в один дой Олежий с бабушкой Егор И тоже в гости к нам пришли Сколько нас плюс? Раз, два, три Хоть и курочка слегка С Дедушкой Морозом Опоздали, как всегда Занявшись прогнозом Но погода хороша Настроение тоже И подарков два мешка Отыскать поможем Елков, елков, елков В ярком серебре В нежном лунном свете Королева красоты Лучшая на свете Встать, встать же, стар и молодой Дружно в круг держась рукой И друг за другом в хорово Счет обычный Поворот Как-то так Остальные песни будут Остальные песни будут Вот так Давай, Артур Суханов Решил попить кофе, чай И так дает свое пространство Спасибо, друзья Лично всех приглашаю на наш концерт Завтра в удивительном месте Время, уточни Семь часов вечера Да, семь часов вечера Вчера такой очень день был насыщенный Так как вчера ехали с углехождения Ездили в Саврань Три с половиной часа от Одессы В поселение к ребятам удивительным Которые живут в эко-поселении Уехали из города Как-то так Забили на город На все эти цивилизации Делают себе Строят дома Там делают нормальные Функциональные Независящие от государства вещи Кто хочет поинтересоваться По поводу этих вопросов Тоже через меня можно обращаться Здесь в Крыму В Крыму Да, много где есть Так что Мы зажигали большой огонь Всех поздравляю с началом Нового года Да Значит солнце вошло в астрономический Новый год Поэтому всех с праздником Спасибо И специально Специально к этому Песня о зиме Поэтому тематика сегодня зимы У нас в Одессе Невероятно теплая зима Вот, но История такая Я вот думал Мне, значит Ну, зимняя все-таки тематика И в прошлом году Мой сын Подойдя ко мне Говорит Папа Нам дали задание Написать Про зиму В стих Я говорю Ну, давай вместе Я тебе помогу Начали писать Появилась песня Вот это то, что я говорю Всегда Все, что попадает В руки Баржи Становится песня Секунду Так что новая песня Про зиму Пришла зима В стиле кантри Пришла зима Заверзли реки Покрылись имием деревья И кусты Зима пришла Уснули мухи А во дворах по-прежнему Мяукают как у них А во дворах по-прежнему Кричат копы Декабрь месяц Благородный Но и привет праздничный Всегда Столк будет Самый Превосходный И новый год Как никогда И новый год Как никогда Второй из месяцев В январь Приходит Дороги снегом Заметет Мороз Иван Иванович Стекла разрисует Холодный Ветер с севера Все утрясет Холодный Ветер с севера Все утрясет Ветер с севера Ветер с севера Ветер с севера А третий Ветер с севера 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Итак, господа, первые ряды. Отодвиньте свои два кресла и сядут еще несколько человек сзади. Вводит нас в состояние. Мы сейчас увидели заводного, озорного, очаровательного музыканта. Подожди, Петя, я представлю двух еще вошедших. Благодаря учительнице, которая задала написать стихотворение. А, вот молодец учительница. И молодец сын Крока. Я вам скажу, ну, он-то явно получил отлично. Я вам скажу, что Елисей у нас, это Моцарт, это удивительный ребенок, которым, наверное, будет гордиться Одесса. Вот дети, самые лучшие дети у нашего шамана, который я знаю. Это удивительно тонкие дети и очень творческие. Ребята, спасибо тебе большое. Спасибо. Я хочу сказать, что к нам пришла Ирина Закамулина. Правильно, фамилию впервые выговорила случайно. Правильно, фамилию. Спасибо. Огромное спасибо, что ты нас посетил, Александр Семенович. Спасибо. Спасибо. И зашла Галина Гатанюк, всю ночь писала, и мы когда вешали эти елочки, мы еще пальчики вытирали об тряпочку, потому что абсолютно еще были свежие буквально, картина была свежая. Гатанюк родом с Урала. Писала, писала, я помнил, что она еще петла там. Она у нас и печет, она у нас и делает костюмы. Она великолепный дизайнер одежды. Вот все, что на ней, это все наряды, это ее личный авторский дизайн. Она великолепно делает фрески, и у нее дом, это потрясающий дом, где пространство в пространстве, где ты попадаешь что в водный мир, то в какие-то джунгли, то еще куда-то. Вот это все делает ручки одной маленькой удивительной женщины. И, конечно же, удивительно печет, она всегда балует своими пирогами и чудесными всякими вкусностями. Итак, дорогие мои, мы, значит, еще двоих встретили, еще о двоих рассказали. Я никого не забыла из художников, потому что я так иногда прыгаю. У нас еще готовится, ну, раз уже, секунда анонса, секунда, секунда анонса. У нас здесь готовится на 14 февраля, на 13 февраля в андеграунде. Вы видите, мы стали работать вместе. То есть у нас андеграунд, это открытая галерея, где будет проходить все феерично и много, и это открытая площадка для всех. И наш каминный зал, это закрытая площадка галереи Ракурс, и, в общем-то, как бы андеграунд, это подвальное помещение, а мы уже выше нас только небо. Поэтому, фактически, две галереи с удивительно разными направлениями будут работать в одном ключе, благодаря одному звену, который называется Алика Хуловова. Так, быстро, скорая ковырка, так далее. Да, я бы очень быстро этот текст выговорила, для того, чтобы вы понимали, почему мы это все озвучиваем. Валера доверил мне ведение дел и ведение, так сказать, в его галереи творческой линии, именно творческой, не коммерческой, потому что коммерческая достаточно его головы, а вот творческая он с удовольствием принят наше, так сказать, предложение. А вот в отношении нашей галереи, у нас здесь 13-го, я сказала, в галерее андеграунд будет все начинается с любви. Чудеснейшая экспозиция, это выставка продажа, на которую вы сможете преподнести свои работы, и которая будет уже платная, и смогут продать ваши работы, и вы сможете получить деньги. Здесь же у нас 14-го февраля мы празднуем сам день влюбленных, и этот зал будет полностью отдан удивительной паре, это Алла Деркач и Виталий Малик. Виталий Малик, удивительная мать, Малин, удиви, Малик мой, ну, вот, ну, Малик, да, это что, Малик, вот, но Виталий Малин, я вам скажу совершенно, ну, не уходи, не обижайся, не обижайся, ты сидел-сидел, ну, дай мне минуту анонса, вот. Виталий Малин у нас удивительный кузнец, я бы сказала, нашего счастья, благодаря Артуру сбилась и уже настроение потерялось. Ну, все, 14-го февраля у нас мы встречаемся здесь в окружении картин Аллы, в окружении удивительных, интересных работ Виталия, и, конечно, здесь будет и перформанс, и здесь будет очень много чего-то интересного. Это будет 14-го февраля, а 13-го галерея Underground примет все ваши картины на выставку продажа. Итак, Артур Суханов, прости меня, пожалуйста. Не, 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 я обиданно. Прости меня, пожалуйста. Сыр брить, пойдем. Раз уже пошла новогодняя песня, новогодняя, вернее, новогодняя тематика, песня написана буквально вчера, и, тем не менее, я успел ее спеть в фейсбуке, поздравить друзей, и иногда меня спрашивают, почему ты, когда поешь, лица не видна, потому что я его в очках и читаю. Новый, 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 новый год Всем нам, всем нам, всем нам, всем нам радость принесем И удача непременно к нам сама придет В новый, в новый, в новый, в новый, в новый, в новый, в новый год И удача непременно к нам сама придет В новый, 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 в новый год Вкусно, весело, уютно, друзей хоровод Будет, 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 будет в Новый год По сложившейся традиции славянских земель Отмечаем Новый год по рубеже недель Новый, 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 Новый год Отмечает две недели славянский весь народ Семь салатов, восемь блюд, холодец, торт и компот На столах у каждого в Новый, в Новый год Пусть же к каждому из вас по сто раз придет Новый, 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 Новый год Пусть же по сто раз к каждому из вас придет Новый, 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 Новый год Дай же Бог, пусть год грядущий мир всем принесет И ко всем без исключения счастье пусть придет И везде благополучно, мирно, сытно, счастливо живет Всей земли огромной, дружной весь народ, И везде благополучно, мирно, сытно, счастливо живет. Всей земли огромной, дружной весь народ, Новый, 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 новый год, Верим все, пренепременно, мирно принесет. Здраво! Ну и, так как у нас сегодня все-таки вечер подфечен художникам, Они у нас главные. На сегодняшний вечер песня, написанная для художников, Которая впервые прозвучала у Риденовского фестиваля Аллы Пороса. Я рисую море, голубые дали, А быть такого море, просто не видали. У меня такая краска голубая, Что волна морская, словно как живая. Чтобы на корзину, на мою попали, Облака и чай сами прилетают. И танцуя с ветром, Румбу на волне, Которая и яхты Позировали мне, И танцуя с ветром, Румбу на волне, Которая и яхты Позировали мне, Я души вырисую, Сердцем и мечтами, Красками рифомую, Дирижирую кистями. Эту песню на корзине исполнять я рад, А мне тихонько подпевают море и закат. Эту песню на корзине исполнять я рад, Где тихонько подпевают море и закат. Открыть природу душу В этом поладоне Солнце, небо и волна Помогают монетке. Я сижу на пирсе Около прибоя Окунаю кисточку В море голубое А я сижу на пирсе Около прибоя Окунаю кисточку В море голубое Я рисую море Голубое даме А вы такого моря Просто не видали У меня такая Краска голубая Что волана морская Словно ковер живая Я сижу на пирсе Около прибоя Окунаю кисточку В солнце, небо, облака И море голубое Аплодисменты 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 Спасибо большое Аплодисменты Слушай, я тебе буду рекомендовать совет мира Мне так понравилось твое Давно пора Давно пора Имея полное право Причем самый агрессивный в фейсбуке Наверное, все-таки Наверное, эти люди Требуют И душа требует мира настолько Что они об этом буквально кричат Вот Поэтому, наверное, сейчас Будет очень уместно Еще раз пригласить Вадимовна, ты помнишь, что у тебя была Потрясающая песня про паутину Елку там в углу Она хорошая, неимоверная Давайте Вы знаете, это песня про меня Елку я выбрасываю вообще в июне Ну, как бы Чтоб вы понимали Есть анекдот про май Выбрать елку Выбрать Сегодня она дыма Жена наглая Вот смотри, тут можно и так И так, как захочешь Да, я быстро рассказываю Хорошо Ну, я вам скажу Что, знаете, как Птица Говорун Это хорошее качество В смысле, она выручает У меня вторая Птица Говорун На моем фестивале Это был Александр Перунский И вот когда Куча дел Чтобы вы понимали Оба встройки У обоих за плечами Все эти рабочие Будет А обоих переговорить Да Все, кто ввели ремонт Они уже в цирке не смеются И нашу Рашу смотрят Со слезами на глазах У меня сын как-то это говорит Мамочка, ты единственная Десятка, кто не смеется Когда смотрит нашу Рашу А это было время Когда ее начали показывать Она набрала таких, знаешь Как, миллионы просмотров А у меня в это время Стройка в разгаре Я прихожу с работы У меня здесь в их помещении Так продолжалось дальше Это было чердачное помещение Я просто подняла стены И сделала мастерскую Когда мечтала вернуться в живопис Я делала мастерскую В сущности так По-царски Ты же понимаешь Что себе жалеть А там у меня было продолжение Значит, этой территории чердака И мои гоблины Я не знаю, как их называют В общем народе Все остальные Короче Тут, значит, показывают По нашей Раше Как там они Все прошли И по этих, как их Неправильно выставленные Все прошли Подоконники Все прошли Туалет на ступеньках Это все было Ребята Ребята, ей-богу Я приходила Еще тогда работала Вот приходишь с работы Все часом На работе устала Как собака Кучу работ делала Чтобы деньги имели Пришла к ним А они мне тут сделали Ступеньки По ступенькам Монетал Самый деда Я говорю Ребята, что это? А они говорят Как что? Это чтобы слив был хороший Поэтому мы все это Прозакрили Но я вам скажу Чего не было в нашей Раше Но что было у меня У меня была дверь Я им говорю Ребята, вот схема Вот размеры Вот дверь Значит Дверь Да, спасибо Дверь, значит 90 на метр 80 Понятно? Понятно Значит, вымерили Все Вот специальные Все для двери Все есть Поняли? Поняли? Я прихожу с работы Ребята Кто догадается? Что меня ждало? Никто не догадается У меня дверь стояла Вот так в длину Причем они выложили Полностью камни Они использовали Полностью весь цемент Кладочка Так все уложено И внизу дверка И вот так в длину дверка Даже на шараш Они догадались Я офигела Я пришла с работы Уставшая, как собака Я смотрю на эту дверь Думаю, переработала Опять смотрю Дверь стоит Я говорю Мальчики, что это? Они говорят Ну это пожарный выход Я говорю Почему он у вас вот так? Ну а чего? Тут же можно пройти Ну вот логика людей Как бы странная Их нельзя сказать Ну вот своеобразные люди Я это начал называть гоблины С учетом того, что они как бы Да, они своеобразно мыслят Вот Мышление, конечно Ты готов? Все, я закончила Эта песня Почему тебе понравилась? Потому что в конце Есть момент новогодний А так песня Даже знает Чему не понравилось Я же тебе сделала Вот эту штуку Нет? Мне не канает? Нет? Хорошо Убираем Вообще песня про Скажем Про нас Которые любят Зависать в интернете Это песня Для Молодежи А это Про взрослых На плите Сгоревший чайник В ванной Вытекла вода Мойка С грязною Посудой Паррец В дырке Из носка И путав Дни И ночи Хоть глаза Красней Зари Мы на клаве Письма Строчи С пленей Что они Говори Книги Стоплены В камине Наш учитель Интернет Для прогулок В этом мире Нафиг мне Велосипед На вопрос Любой Проблемы Википедии Ответ По лечению Боростаты Тоже здесь Найду совет Пару старых фотографий Где пострижен И побрит И моложе Лет на двадцать Секси-бой Почти на вид Загружаю В аватар Новый ник Как суперстар Словно вирусы В один коллег В новом форуме Возник Ну и что, что в паутине Ёлка голая стоит Здесь на голубом экране Все сияет И блестит И для всех друзей В иннеди Я всех краше И милей Хорошо Никто не знает Что я кот И стриг Ногтей На ёлке У меня как ёлка голая стоит в паутине Меня так впечатлило Сколько времени прошло А я запомнила эту паутину на ёлке А я про ногти А ты видишь кому что А этот в интернете с глазами Ну хорошо Спасибо большое Олег Вы же с нами Вы же с нами Вы же не этого Вы еще с нами Сергей Головин Лет три сядут мой Да Можешь зиме Можешь мудрое Можешь головое Ох А можешь головое Да Можешь А мы всего Любим Видишь мы тебе подсказки даем в зала Заявки Заявка в радиослушателей В следующий раз можно писать записку Отпишем А вот у Махина мы это так и зит Можешь зал побольше Ох там как раз и зал побольше У нас же камерный Хочется спеть песню о нашей жизни Я тоже помню, что вот эта рита ее как-то так и заценила Видимо что-то отозвалось Да, да, да Это было Уже знаю Да, это что-то наподобие наших трущоб Которые напоминают где-то тунду Где все шаром покатило Наша жизнь Которую иногда мы проходим Махатма с планеты Сатурн Наш короткий ролл У нас гостит Махатма с планеты Сатурн Наша голова давно полная урна Зашедший к нам в дом Привличен и культурный Вот заходя к нам в дом Покупьте до дундра На верхней полке в чемодане Остров Валили На старой майке на Ямайке Плывут корабли Дяди Жоры в сковородке Слышат голос земли Прием окончен, космонавты Отправляются в отпуск Отправляются в отпуск Когда нам, суки, в шестьдесят Мы минуем ад Когда нам, суки, в восемьдесят лет Мы переедем при веках Когда нам, суки, с нос крючком Мы выйдем из пещеры Восиком А потом Расцветем цветком Привычки Вешал Наш прошлый день Воприном дарил В величей войны Поднем мы сточем У прицеля С любой стороны Но если на Занцебаре застучи барабан, Затанцует вся Африка, Там и выпейка тёрка. Когда нам стукнет шестьдесят, Мы минуем парк. Когда нам стукнет восемьдесят лет, Мы переедем с приветом. Когда нам стукнет толстым чком, Мы выйдем из пещеры с босиком. Ну а потом... Вместе! Ну а потом... Ещё раз! Ну а потом... Рассветём цветком! Рассветём цветком! Рассветём цветком! Рассветём цветком! АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо, мои дорогие. Огромное спасибо. Ребята, я сейчас хочу всех пригласить на фуршетную часть. Абсолютно спокойно. Музыканты наши, если захотят, потом нам сделают еще такой... Поиграйте. Да, поиграйте. Но я хочу, чтобы музыканты тоже приняли участие в легком фуршете. Надет еще премьера за Одессу. Премьера за Одессу. Новая-новая. Да все, давайте сидеть, подождем премьеру за Одессу, а потом быстро выпьем чай. Потому что у нас Зуханов... А можно, можно? Нет, 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 это параллельно. Нет, нет. Премьера должна быть премьера. Это буквально минута, и все. Конечно. Самое приятное, что у Артура Зуханова всегда в этом зале есть место для премьеров. Да, и мы уже привыкли к этому. Если не будет премьер, мы будем ждать этих премьеров. Ну, сегодня я планировал три или четыре премьера. Ух ты, серьезно? Ну, это главное. Что ж ты молчал-то? Это главное. В предыдущий раз у меня было у Риты восемь премьер. Как, когда будет авторский вечер. Но обычно в гости не ходят без подарка. Нотится, тем более сюда, в суде. Ракурс, это уже стало традицией, что когда приходит Артур Суханова... Ты в следующий раз... От галереи просто стоит. В следующий раз вопрос, когда объявляешь Артур, говори коротко. Лучший брат Одессы, и все, и все поймут. И все, что ты. Урожайся. Нет, нет, нет. О, наше... Питя, заходите, чтобы вы все пропустили. Заходите. Заходите, да. Заходите, потому что сейчас будет движение. За Одессу написано более двух с половиной тысяч песен. И я рад, что... Рад, Егор, что один маленький процент из этого количества написано мной. После того, как я написал 25 песен, я перестал считать, сколько я их писал. Я не знаю, почему они пишутся, как они, откуда они берутся. Ну, когда влюблен, то и слова приходят из души, из сердца, музыка. Наш Суханов всегда влюблен. Надо будет его жене просто сделать подарок, знаете. Ну, и очередная песня за Одессу, подарок любимому городу. Субтитры создавал DimaTorzok Извините, извините. Все, все, я села на место, все, никого не сбиваю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok По родственным палочкам, дворам и переулочкам. Здравствуй, Пушки, здравствуй, Дух, здравствуй, брат, сосед и друг. Все вокруг родное, памятное, дорогое. Пляжи, скверы, парки, храмы у моей Одессы. Мама, мама моя, мама Одесса, из любви, добра, ума, юмора, замеса. Мама моя, Одесса, мама, ценить, любить и уважать тебя я не устану. Ночью в сладком сне моем, ты, Одесса, отчий дом. Нежная, теплая, ласковая, жизнь моя, счастье, сказка моя. Душа моя, сердцебиение, мои мечты, надежды, настроения. Мой эликсир и порция бальзама. Лучшая в мире, мама, мама моя, мама Одесса, из любви, добра, ума, юмора, замеса. Мама моя, Одесса, мама, тебя ценить, любить и уважать не устану. Мама моя, Одесса, мама, стихи и песни посвящать тебе не перестану. Мама моя, мама Одесса, из любви, добра, ума, юмора, замеса. Мама моя, Одесса, мама, тебя любить и уважать я не устану. Спокойно смотреть, что у нас там вкусненького на столе и с удовольствием все это вкусненькое для вас. А еще плюс к тому, что вы сами принесли вообще неимоверно. Давайте, налетаем.